Дополнительный миллиард яровое начнет тратить уже в этом году. С чего начнутся изменения в тепловой сфере часто замерзающего города? В Барнауле началось восстановление церкви, которая не так давно принимала в своих стенах планетарий. Какие первые задачи у рабочих и кто они? 10 тысяч животных за 20 лет. Приют Ласка отмечает юбилей. Власти следуют перспективные схемы теплоснабжения ярового города, в тепловой комплекс которого правительства собирается вложить дополнительный миллиард рублей. Первыми статьями расходов станут мероприятия, после которых следующая зима должна пройти максимально бесперебойно. Такое решение власти вынесли во время выездного совещания в город-курорт. Часть средств это вложение в основные фонды. Это установка дополнительного котла на ТЭЦ, которая сегодня работает для того, чтобы в следующий отопительный сезон муниципальное предприятие зашло с повышенной надежностью и с дополнительным резервом. Также более 100 миллионов рублей планируют вложить в ремонт оборудования, в том числе половину из них в улучшение состояния тепловых сетей. Помимо этого власти обещают закупить уголь и погасить задолженность предприятия перед кредиторами. Выборы в Гордуму, Бийска и Рубцовска в этом году должны пройти по новой системе. От партийных списков хотят отказаться. Иными словами, смешанную систему выборов планируют заменить на мажоритарную – по округам. К слову, к выборам не по спискам переходят многие российские регионы. Хорошо это или плохо, и почему в Барнауле на такой шаг в этом выборном году пока не решаются, обсуждали сегодня за круглым столом. Политологи, общественники, представители партий. Окончательное снятие списков с выборов ставит крест, ну вот с нашей точки зрения, еще раз, как бы это ни аксиома, ни догма, может быть услышим другие мнения. Но вот нам кажется, что это ставит именно крест на возможности развития для партий. У партий перестают быть интересы к участию. Условия для развития многопартийности начинают ухудшаться. И это признают практически все участники круглого стола. Хуже всего – малым партиям. Ведь им вряд ли удастся собрать необходимые подписи с населения. Таким образом, они в принципе лишаются возможности участия в выборной кампании. Принято считать, что вот эта реформа нанесет в первый удар по левым силам, поскольку очевиден рост симпатий к левым партиям. Но, на мой взгляд, пострадают все партии, в том числе и партии власти. В том числе. Потому что так она в конкурентной системе должна себя совершенствовать, быть ближе к людям. Кстати, именно желанием партии власти поменять правила игры в свою пользу после неудачи на выборах эксперты объясняют появление новой системы. Якобы это позволит сделать депутатский корпус подконтрольным партией власти и предсказуемым. И даже аналогии приводят. Представьте себе ситуацию, когда в какой-нибудь видоспорте, например, в футболе, команда-победитель имеет право чемпионата, имеет право потом менять правила игры в своих интересах. И, соответственно, перед следующим чемпионатом она смотрит, что там у команд противников, какие сильные стороны. А давайте мы примем правила, которые эти сильные стороны обнулят. Ну, например, мы знаем, что эта команда хорошо играет головой, а мы хуже играем. А мы примем правила, по которым запретим играть головой. Смену правил игры не приветствуют и те, кто феерично победил в кампании 21-го года КПРФ. Но и по новым правилам они готовы сыграть. Слушайте, мы наглядно продемонстрировали, в том числе на выборах в законодательное собрание, что сегодня мы научились побеждать по округам. 15 округов сегодня, и в том числе в городе Рубцовске из двух одномандатных округов два взяли коммунисты. Как отреагирует на смену системы выборов сами жители, многим тоже понятно. Низкая явка населения давно показатель отношения к выборам в принципе. У нас и так люди обмануты, люди неоднократно причем обмануты. Люди разочарованы во всех этих процессах, которые мы с вами пытаемся реализовать. И очередным этим шагом мы просто-напросто всю эту систему добьем окончательно. К слову, в Барнауле менять систему выборов пока не планируют. Видимо, всех все устраивает, считают эксперты. А вот в Рубцовске 3 марта пройдут общественные слушания по внесению изменений в городской устав. Публичные слушания пройдут 16 марта и в Бийске. Только после будет принято окончательное решение, по какой системе пройдут сентябрьские выборы. Очередной круглый стол тоже намечен на март. После слушаний партийцам, общественникам и политологам будет что обсудить. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Инвестор из Новосибирска вложил 190 миллионов рублей в тепличный комплекс «Индустриальный». Напомним, проблемный объект не так давно приобрел тепличный комбинат «Толмачевский». Почти 200 миллионов рублей новый собственник направил на реконструкцию объектов тепличного комплекса. По данным Минсельхоза региона, за прошлый год на тепличном комплексе произведено более 8 тысяч тонн овощей. Это превышает показатель 2020 года на 10%. Добавим, на сегодняшний день комбинат полностью погасил обязательства перед кредиторами. На один спортивный комплекс в Барнауле станет больше. В индустриальном районе началось возведение большого зала для игровых видов спорта. Причем первых зрителей объект должен принять уже в конце года. Вычищенная снега и мусорополе. Скоро в долине новостроек начнется еще одно строительство. На этот раз не для жилья, а для спорта. Сейчас в Барнауле ведется три основные спортивные стройки. Это зал единоборств на взлетной и два зала для игровых видов спорта на Юрина и, соответственно, на Сиренево-42, где мы прямо сейчас и находимся. Что интересно, эти залы будут похожи как в спорткомплексе Победа, но, правда, без трибун. Но для проведения любительских соревнований они будут вполне доступны. Правда, если у тех двух залов уже есть каркас, то на Сиреневой-42 все только начинается. Когда завершат подготовку территории, примерно через неделю рабочие приступят к подготовке для установки каркаса. К июлю он должен быть готов. А весь комплекс организаторы обещают завершить уже к концу этого года. Стоимость работ 150 миллионов рублей. И вновь в связке бизнес плюс власть. Земельный участок, ну и, по сути говоря, само концессионное соглашение заключено на 132 месяца. То есть 12 месяцев отводится на создание и 10 лет на эксплуатацию объекта. Если инвестор решит завершить этот проект, власти начнут поиск нового. А на это время возьмут здание под свое крыло. Лишь совместное строительство позволяет создавать подобные комплексы, которые нужны городу. Общая потребность для города Барнового порядка шести таких объектов. То есть три строим, за три еще боремся за финансирование. Что это будет? Это будет универсальный спортивный комплекс, который, соответственно, мы будем наполнять с 23-го года своими краевыми спортивными школами. А вот с ремонтом покончили в училище Олимпийского резерва. Здесь завершилось обновление фасада зданий. Стены утеплены и в общежитии. Плюс все под единый цвет, бело-синий. Теперь можно сказать, у нас все как у людей. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. После продолжительных метелей у дорожников Барнаула прибавилось работы. На этой неделе они должны очистить 115 объектов. Это и проезжие части, и территории внутри домов. Напомним, план работ составляет мэрия Барнаула. На прошлой неделе рабочие вывезли с дорог к краевой столице почти 13 тысяч тонн снега. На отсыпку использовали 354 тонны песчано-соляной смеси. До 20 февраля очистить от снега должны несколько участков. По улице Новгородской, Власихинской, Профинтерна, Ленина и другие. С полным перечнем работ можно ознакомиться на сайте города. Парки Изумрудный уже приступили к восстановлению церкви, в стенах которой еще не так давно располагался планетарий. Пока работами занимаются сами верующие. Никакого бюджета у восстановления нет. В будущем храму хотят придать изначальный облик. Но каким он был историком, лишь предстоит узнать. Слово Анастасии Наборщиковой. Освобождение храма 90 лет спустя. В здании бывшего планетария закипела работа. Верующие разбирают перегородки. Важно добраться до исторической истины. Сегодня уже понятно, как она наполнит храм. Иконы будут висеть, скорее всего, на стенах. Иконостас будет отделять основную часть храма смолящимися от части храма, которая называется алтарем. И будет совершаться богослужение в храме. Колокол появится? Обязательно. В документах 1908 года колокол и вправду был. Но, как он неизвестно, фотографии, которые нашли историки, датируются 30-ми годами. Тогда здесь уже была библиотека, а после – столовая и макаронная фабрика. В 40-х тут открыли планетарий. Но даже тогда здание запечатляли только снаружи. К сожалению, эти стены ничего не скажут. Если верить историческим документам, то храм не был расписан. Поэтому, что было внутри, даже сегодня неизвестно. Отец Михаил думал, что помогут в Томске. Ведь в 1902 году именно там утверждали проект здания церкви. Но нет, сейчас надежда за Уралом. Быть может, по типу этого же проекта построили что-то в Самаре или Саратове. В парке размещалось кладбище. И, к сожалению, оно до сих пор существует. Потому что после того, как разбита была зеленая зона, никаких перезахоронений на данной территории не совершались. Но кладбище 19 века не проблема. Сейчас главный вопрос – как храм будет сосуществовать с парком? Ведь в Изумрудном уже есть сценка и комплекс для собаководов. Дальше больше – площадка для райдеров и солнечные ванны. Не заденет ли молодежь чувства верующих? Таким образом действовали, чтобы ту территорию, где некогда кладбище существовало, оставить как мемориальную зону, тихую, прогулочную. Активные функции как раз с территории кладбища и от здания церкви мы отодвигали ближе к шумному проспекту Комсомольский. Можно вас догнать и остановить, попросить? Пожалуйста. Храм восстанавливает. Как относитесь к этому? Отрицательно. Почему? Моё поколение, как считать, что всё просвещение, вот это вот, маркобесие, папизм, вот это всё, а это сейчас возвращение, откат какой-то. Мы, по-моему, христиане, как говорится. Надо куда-то сходить немножечко. Будете приходить на служение? Если позволит здоровье, как говорится. Храмов у нас достаточно в городе, и без этого обошлось. Так или иначе, полная реконструкция парка завершится к 24-му году. Но построят ли храм к этому времени, непонятно. Его финансирование – это пожертвования меценатов и верующих, которые сегодня здесь работают бесплатно. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Пять часов работы трижды в неделю. Жители Бурлинского района стоят в нескончаемых очередях в местном отделении почты. Об этом – следующий материал. Всего пять часов работы, три дня в неделю. С октября прошлого года жители села Бурла вынужденно терпят очереди в почтовом отделении. Уже больше полугода здесь не хватает сотрудников. Бурлинцы говорят, в селе из-за низких зарплат и высоких требований попросту не готовы идти работать операторами. Ну, труднее стало после сокращения времени работы? Естественно, мы со славы дороги. А, то есть вы не местные, да? И сколько вы времени на дорогу тратите? Больше часа. Больше часа – это только в одну сторону. В разговоре с работниками удалось получить лишь эту информацию. Общаться с нами им запретило руководство. Однако, несмотря на короткий рабочий день, местные жители не имеют претензий к операторам и даже жалеют их. А проблему видят прежде всего в Славгородском почтампте. Отношение плохое руководство Славгородского почтампа к нашей Бурлинской почте. Считают, что раз район, ну, как присоединили, то, значит, здесь мало работы. Ну, оказывается, это даже очень немало. Чтобы отправить письма и забрать посылку, бурлинцы отпрашиваются с работы. А после праздников в отделении случается настоящий коллапс. После праздников, после дней рабочих дней было очень много народа. Человек 20-30. На сколько тогда приходилось ждать? Ну, где-то больше часа. Сейчас Славгородский почтампт пытается исправить ситуацию. Совместно с Центром трудоустройства ищут для Бурлы новых сотрудников. А параллельно с этим пытаются перевести часть услуг в онлайн. Для удобства клиентов мы предусмотрели возможность получать большинство услуг дистанционно. Оплатить штрафы, коммунальные по реквизитам, кредиты, выписать периодические издания, предварительно оформить и оплатить посылки, а также и другие услуги можно дома с помощью сайта Почты России или в мобильном приложении. Однако смогут ли воспользоваться этими услугами пенсионеры – вопрос открытый. Как признаются сами бурлинцы, многие из них скорее по старинке пойдут на почту. А значит, очереди так и останутся проблемой, решением которой может быть поднятие зарплат для сотрудников. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Бойцы студенческих отрядов отмечают праздник. Он объединяет молодежь всех регионов страны, которая в свободное от учебы время трудится в самых разных отраслях. Краевое движение студотрядов зародилось в 64-м году прошлого века. Уже в 66-м наши студенты отправились возрождать Ташкент после масштабного землетрясения. В период расцвета строя отрядовского движения в 74-м ССО «Алтай» насчитывало в своих рядах более 7 тысяч бойцов. В перестройку движение практически исчезло. Но в нулевых началось вновь. Благодаря участию наших студентов появилась дорога «Алтай-Кузбасс» и коксовая батарея на предприятии «Алтай-Кокс». Они строили краевую клиническую больницу в Барнауле, объекты в Сочи, здания в Екатеринбурге и на Ямале. Благодаря их помощи появился каменский элеватор и животноводческий комплекс в Ключевском районе. Ветеран строя отрядовского движения Василий Куц тоже когда-то строил свинокомплекс в Алтайском селе. Он уверен, что многих лидеров сегодняшнего времени воспитало как раз студотрядовское движение. Это формирует человека, раскрывает его личность. И, конечно, этот человек, как правило, в будущем организатор, лидер, который ведет за собой коллектив, массы. Правда, иногда делают некоторую сноску на статистику. Таких лидеров, организаторов всего лишь 7% в обществе. Я так понимаю, что в студенческих отрядах мы их выявляем. Более 10 тысяч животных. Столько четвероногих друзей прошло через ласковые руки одноименного приюта. 18 февраля Барнаульская ласка отмечает свой юбилей. За 20 лет работы они не только помогали животным, но и меняли жизни людей. Как живут бывшие обитатели ласки, а также какие планы строят в приюте – в сюжете Софии Яценко. Это самые-самые первые соревнования были с ней. Прямо она тогда еще даже не сильно бегала, но вот тем не менее. Это сейчас у них на двоих целая охапка медалей. Еще несколько лет назад Кристина и подумать не могла, что станет заниматься скиджоргингом, ездой на собачьих упряжках. Говорит, прониклась к собакам еще в детстве, когда впервые посетила приют с дедушкой. Потом стала волонтером, помогала ухаживать за животными. А позже занялась и спортом. На лыжах я тогда вообще не стояла, не знала, что это такое. Просто встала, сразу же упала, даже еще никуда не едя. Самое первое место у нас было. Самое первое-первое место. Около года Кристина виделась со своей четвероногой напарницей Найтли только в приюте и на соревнованиях. Я на самом деле очень боялась, потому что мама была против вообще в принципе собак. И не дай бог что-то вот она там сделает, и я боялась, что она обратно вернется в приют. Но возвращать Найтли не пришлось. Кроме того, за это время она изменилась до неузнаваемости, стала спокойной и послушной. И все же приют наложил свой отпечаток на животное. Я заметила, когда собаки жили в приюте, они обычно играют с каким-то рыком таким и любят прикусывать за лапы, за заднюю. То есть, когда бегут и как бы прикусывают. Это не больно, ничего. Ну, просто вот у них такие своеобразные игры. Поэтому с ней, как бы с ее рыками, с ее такой игрой мало кто играет. Но вот все-таки есть собаки, которым это тоже по нраву и которые прям тоже любят так играть. Лапа, лапа, лапа. Молодец. Кроме спорта, девушка продолжает заниматься с собакой, обучает командам. Пошли ручки. Ой, как было ты. Да. Сейчас в приюте Ласка 650 собак и 200 кошек, которые продолжают ждать своего хозяина. За ними ухаживают волонтеры и сотрудники, даже несмотря на критику. В плане условий содержания, да, понятно, что тесно у нас. То есть, хочется как-то попросторнее, чтобы было для животных. И в плане там где-то ухода, да, где-то недостаточный уход, где-то там не всегда удается вовремя убрать еще что-то. И все же за 20 лет существования приюта было проделано немало работы. Это, конечно, был длинный и тяжелый для нас путь, потому что сначала Ласка представляла собой сеть передержек. То есть, это в частных домах, там по нескольку собачьих кошечек сидело. Вот, мы там разрывались между ними, приходилось их часто менять из-за того, что там соседи были недовольны. Ну, потому что все равно, когда много собак в одном месте, да, в одной локации, конечно же, это вызывает определенные недовольства. По шуму, там, не знаю, по запаху и так далее. На сегодняшний день Ласка занимается отловом, стерилизацией, оказанием помощи и пристраиванием животных в семью. Несмотря на то, что Софья и так гордится развитием приюта, останавливаться она не планирует. Хочется здесь создать такие условия, какая-то и парковая зона, да, для того, чтобы для людей была в практику и в опыт, например, там, не знаю, кто-то каждый выходной, кто-то, не знаю, раз в месяц, да, сюда бы с семьей приезжал, ну, просто отдохнуть, пообщаться с животными, да. Часть планов по развитию приюта обсудят в день его юбилея, чтобы улучшить не только жизнь лохматых, но и сделать счастливее как можно больше любителей животных. София Иценко, Алексей Фризин, День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует...